Всем привет! В предыдущем видео показывал вам приобретение этой косилки, как мы ездили в Латышино и покупали ее. Если кто-то что-то не смотрел, значит это косилка КРН 2.1 Бежицкая, наша Тверская. Брали мы ее в Московской области, в Латышино, от нас недалеко. И в этом видео хочу рассказать, вернее показать ремонт этой косилки. То есть мы попали с этой, пускай сейчас мы думаем, что не намного попали, но в дальнейшем посмотрим. Смотрим ремонт этой косилки, то есть что нас не устроило в ней. Значит от вас хочу услышать ваше мнение, кто с ней работал, кто с ней не работал, лучше это или хуже. То есть сейчас увидите и сделайте оценку. То есть поставьте, либо хорошо, либо нет, лучше напишите в комментариях про то, что вы увидите, то, что мы делаем. Спасибо. Второй. Третья. И четвертая. Давай на четвертой. Начнем, посмотрим. Сейчас снимаю защиту. Так, четвертую тарелку мы начинаем разбирать. Давай, которые так пойдут, а потом я упрусь. За что говорю, и это уже нового образца, бежицкая. Она идет сверху с такими крышками, и тарелки они без шлицов, они держатся с этой крышкой и на этих шести болтах. Игорь ее вчера покрасил. Цеплячий цвет, да? Чтоб в траве не потерять, да? А ну, в тигадке с этим сразу начнем. Так, и вот. Сейчас эту крышку снимаем. Снимай. Ага, и там у нас ступица. Крышка вот так вот выглядит. Вот крышка. То есть она не как на простой без этих. Она не как на обычной КРН. Она вот идет с этими шестью болтами. И вот сейчас у ней на косилке осталась ступица. На шлицах ступица сидит. А гляйка притягивает как бы эту ступицу. Мы не поймем, чего у нас болтается шепернгусбер. Ну, вот наша первая проблема уже. Стерла шпильки от нижней прижимной. Давай, я попробую его откручивать. Они-то идут, а шпилек, чтобы обратно закрутить, у нас не осталось. Смотрите, может, у нас есть такие. Кто? Она снизу... Там она такая, блин... Это... Пластина полностью прижимная. С нее торчат эти. Чтобы ее поменять, надо снизу этот весь откручивать. Весь поддон вскрывать. Сейчас посмотрим, что там. Забило. Ступицу снимать полностью. Ага, все. Костеренок стоит. Или сосен. Кручь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово. Сюда выбивается? Сюда, да? Давай переворачиваем. Попробуем, пойдет он вообще или нет. Не трогай. Да вообще, опорная херня, наверное, мы по ней долбим. Нет? Один выбили. Стоит там два штопорных кольца. Наружный к тарелке, который подшипник. Одно внутреннее сняли, вот. Два. То есть ступица у нас все готова. Сальники? А наружный попробуй сальник, что это там такое? Ну ладно, я сейчас по каталогу посмотрю. Какой там. Посмотри, два подшипника одинаковых или разных? Почему-то был 306-й, по-моему, 308-й. Одинаковые? Да, там где-то есть. Ты шприц заправил, нет? Нет. Потом поел. Сейчас походим заправим. Кто-то, блядь, бросаешь такие шприки большие. Кто-то флажнее разбирается, Игорь? Какая? С Серегей Кирилловым. Да. Почему? Все кишки через жопу достала. Да, конечно, сделана она мощно, блядь. В общем, вычитывал в этой хуйне, что тарелки эти пошли из-за подшипников, да, гуляют? Да. Блядь, надо было там посмотреть. Скинуть надо было с него. Понимаешь? Да, подшипники. Да он удавится. Да, да. Петер, чтоб скинуть. Да. Сколько подшипники Игоря за сайт? Какой-нибудь коробочек стоят? Почти полторы тысячи. Тупо взяли, блядь, 3,5. Коробочка такая. Не слабая. Да, Игорь, 3-ка следует. Дорого не хочет, ничего брать. Ну, конечно. Давай. Давай по дешевке берем. Георгий. Александр Константинович, мужчина. Ага. Давай, постучи, поверк. А там кольцо резиновое, да? Здесь? Да. Давай, давай, давай. Пущи, опускаю, опускаю до конца. Сколько до подшипника опускается, столько опускается. Фигер, не так. Пущи, наверное, да? Ну, все так же. Ты помнишь, как было-то, нет? Как ставить? Пухай, да и все. Пухай, да. Пухай, да. Это у кого-то раздолбила ее подшипничек. И она тарелочкой. Конечно. Скосила. Что-то распиздяйся-то. Да, да, да. А тот дурачка нам включал, да? Да ну же и не дурачка. Ну что ты по нему не видишь, что ли? Да я не лазил, да я не делал. Ну да, нахуй деньги вкладывается. Продал, блядь. Так, Игорь у нас маслянку чистит. Ступится. Нам надо же делать, чтобы она хоть смазывалась. А зачем она, чтобы смазывалась? Грязь, да? Это еще бежицкая она. Родная, да? Что, второй бомб разбрачат? Давай, покачай. Решили проблему мы или нет? Конечно. Все, не шатается. А вторая попробую. Есть, Люф? Есть, Люф, на этой. На всех трех есть. Да. То есть, получается, что? Какая причина у нас? Подшипников. Хана подшипником, да? Вот и вся проблема. Должаем разговор. Начали, решили мы вторую доделать. Игорек занялся. Сейчас он быстренько раз-раз. И все сделает, да? Ну, хватит, кот стучишь-то. Так, Игорь, укажи нам на проблему-то. Ну-ка, еще раз. Вот. Продолжение следует...